В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа в студии Максим Козлов. Здравствуйте! И в начале выпуска коротко об основных событиях. Глава муниципалитета Дмитрий Абаренов стал новым секретарем местного отделения партии «Единая Россия». Один человек никогда не может сделать и можем идти к тем переменам, о которых говорил наш губернатор. Идти все вместе. Все вместе, каждый. Видновскому перинатальному центру исполнилось 8 лет. Здесь работают профессионалы своего дела. Спасибо им большое. Я очень рада, что мой сын родился именно здесь. В Центре социального обслуживания «Вера» прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню защиты детей. Праздник очень нравится. Очень здорово для детей. Выбор и строить, и рисовать. Очень нравится. Члены партии «Единая Россия» избрали нового секретаря местного отделения. По традиции им становится глава муниципалитета. Так произошло и на этот раз. На конференции политической партии рассматривался еще ряд важных вопросов. В том числе обсуждались результаты проведения праймерис. Подробнее об этом в репортаже Юлии Погосян. В минувшие выходные «Единая Россия» провела предварительное голосование за кандидатов, которые будут представлять партию на предстоящих выборах в Государственную и Московскую областную думы. Процесс голосования и качество проведения праймерис оценил один из кандидатов, действующий депутат региональной думы Владимир Жук, который стал почетным гостем конференции местного отделения партии. Заявка была активная, хорошая. И голосование тоже было за самых разных кандидатов. Заявок было сотни по Московской области и Государственной думы, и Московской областной думы. Бюллетенек были десятки самых достойных. Поэтому выбор был очень большой, профессии разные, возраста. Выбираешь, что называется, на вкус. Именно это люди и наши избиратели сделали. Но это был не единственный вопрос, ради которого местное отделение собралось на внеочередную конференцию. Переизбрание секретаря – вот основной повод. По традиции им становится глава муниципалитета. Секретарь Ленинского отделения Спасского Алексея Петровича написал заявление о направлении положения полномочий. Предлагаю в ГР-10 заявление Ленинского отделения партии «Единая Россия». Ленинского городского округа Спасского Алексея Петровича даст сообщение. Нет разрешения. Кто за? Прошу, что оставайся. Единогласно партийцы приняли решение о досрочном прекращении обязанности Алексея Спасского. И путем тайного голосования на эту должность избрали действующего главу Ленинского городского округа Дмитрия Баренова. Для меня это, конечно, большая честь и огромная ответственность. Один человек никогда ничего не может сделать. И можем идти к тем переменам, о которых говорит наш губернатор, идти только все вместе. Все вместе, каждый по своей территории, по своему направлению. И двигаться сообща, и администрации, и депутаты, и полиция. И, соответственно, только в этом случае мы сможем действительно сделать перемены для наших жителей. На сегодняшний день в составе местного отделения партии «Единая Россия» порядка 580 человек. В связи с эпидемиологическими ограничениями всех желающих большой зал историко-культурного центра вместить не смог. Но те 48 делегатов, которые приняли участие в голосовании, почти единогласно избрали кандидатуру Дмитрия Баренова. По политической линии у него есть довольно большой опыт. И человек он открытый. Он уже продемонстрировал в должности главы то, что максимальная открытость и максимальное общение с людьми, с населением. И максимально старается реализовать те задачи, которые перед ним ставят жители. А политическая партия «Единая Россия» мне кажется, что именно такой секретарь нужен. Завершающим вопросом конференции стало избрание нового члена полицовета. Всего в руководящем органе местного отделения партии 19 человек. Но в связи с прекращением полномочий Ольги Кузнецовой на ее место был предложен начальник территориального отдела «Картинский» Андрей Звеков. За его кандидатуру делегаты проголосовали единогласно. Также присутствующие обсудили предстоящую областную партийную конференцию и отобрали делегатов от Ленинского городского округа. Юлия Пагасян, Сергей Ларин, Ольга Садовская, ВиднетВ. Постоянное общение с местными жителями – залог успешного развития муниципалитета. Жильцы новых микрорайонов часто пишут в администрацию о различных проблемах. Поэтому встречи, например, в ЖК «Римский квартал» проводятся регулярно. На одной из них побывала наша съемочная группа. Наладить общение между жителями, управляющей компанией и застройщиком – одна из главных задач администрации на встречах с обитателями новых микрорайонов. ЖК «Римский квартал» в Развилке появился не так давно, но у первых его жителей уже накопились вопросы по содержанию территории и ее благоустройству. Уже два с половиной года мы эти проблемы озвучиваем. Честно скажу, наверное, процентов 40 устранили, а остальные 60 – острые. Проблемы, озвученные местными жителями, берутся в работу. Устранить повреждения плитки, восстановить освещение или предоставить проект спуска к остановке. Для решения многих вопросов были установлены определенные сроки. Мы на август запланируем встречу, но там ближе к дате также определимся, в таком же формате, и прямо пройдем по списку, то, что обещал застройщик, сделано не то, что обещал управляющая компания, сделано, не сделано. Существующие вопросы жители нередко озвучивают в соцсетях, поэтому встречи администрации округа с обитателями нового комплекса проводятся регулярно, ведь живое общение – лучшая обратная связь. Мы не отказываемся, всегда жители пишут нам, мы постоянно на связи и с застройщиками, и с управляющей компанией, поэтому все вопросы будут решены. Во время встречи обсудили и темы благоустройства Юго-Восточного лесопарка, установку площадки для выгула собак и проектирование школы. На все вопросы жителям ответили курирующие службы. Александра Столярова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видно этого. Дни рождения в этом заведении отмечают каждый день. Видновскому перинатальному центру исполнилось 8 лет. В 2013 году родильный дом поменял свой статус, и так вышло, что это произошло 1 июня, в Международный день защиты детей. Так что каждый год здесь одновременно справляют два праздника. Здравствуйте, Тамара. Здравствуйте, Дмитрий Александрович. Поздравляем вас. Спасибо. Спасибо большое. Поздравить руководство и работников Видновского перинатального центра с праздниками приехал глава Ленинского городского округа Дмитрий Абаренов. Кроме него на торжественные мероприятия собрались и родители с детьми, которые появились на свет в этом медицинском учреждении. В статусе перинатального центра учреждение работает с 2013 года. 1 июня ему исполняется 8 лет, а преемнику центра, Видновскому родильному дому, в декабре этого года исполнится 35. Новый корпус, где мы находимся, был открыт в 2018 году. Если брать всю историю сначала роддома, а затем и перинатального центра, то за 35 лет здесь на свет появилось более 110 тысяч детей. О показателях, достигнутых в новом статусе, рассказала главный врач центра Тамара Белоусова. В стенах перинатального центра за 8 лет уже родилось 49 тысяч детей. Из них впервые появились в семьях первенцы 22 тысячи, остальные вторые, третьи, четвертые, пятые. Третьих родов в 2013 году было 600 в году, а за 5 месяцев этого года тысячи девочек родили третий раз. Это радует. В 2020 году коллектив Видновского перинатального центра признан лучшим и награжден благодарностью Комитета по охране здоровья Государственной Думы России. Ежегодно в стационаре получают медицинскую помощь 13 тысяч пациенток. В данном случае это не просто какие-то цифры, это действительно человеческие жизни, это жизни наших детей, зачастую спасенные жизни. И спасибо вам огромное за ваше неравнодушие, ваш труд. Вот то, что сегодня столько родителей вновь пришли к перинатальному центру, это говорит о том, с какой заботой, добротой и любовью вы относитесь к своему делу. В этот день четырем сотрудникам Видновского перинатального центра вручили благодарность главы городского округа. Ульяна Алексеева работает в лечебном учреждении более 16 лет. Она отмечает, что главная награда для нее – счастливые глаза пап и мам. Такое значение для нас именно видеть вот этот труд, который мы все вместе вложили в этих детей, да, и мы их видим, их лица. Мам, пап, бабушек, дедушек, они приходят, они благодарны, они нас любят и приходят снова к нам, потому что знают, куда они приходят, в какие руки они попадают. Еще один праздник сегодня в семье из Домодедова. В этот день выписывали домой Светлану и ее сына Никиту, который появился на свет на 10 недель раньше срока. Счастливую маму поздравил и Дмитрий Аваренов, и с помощью видеосвязи его коллега, глава городского округа Домодедова Александр Двойных. Здесь работают профессионалы своего дела. Спасибо им большое. Я очень рада, что мой сын родился именно здесь. Екатерина Соколова первый раз побывала в Видновском центре в 2005 году. В третий раз стала мамой 6 марта года нынешнего. Она отмечает, что уровень работы с пациентами в медицинском учреждении постоянно растет. С годами все улучшается. Улучшается питание, улучшаются условия, делается ремонт. Отношение доброе, чуткое. Венчали праздник посадка кустарников перед входом в детское отделение перинатального центра и веселые игры для тех, кто когда-то появился в этих стенах на свет. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ. В Центре социального обслуживания «Вера» прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню защиты детей. Сотрудники учреждения для своих маленьких подопечных подготовили большую развлекательную программу. На солнечном празднике побывала и наша съемочная группа. Детство должно быть только счастливое. В этом абсолютно уверены сотрудники Центра социального обслуживания «Вера». Поэтому в День защиты детей они постарались организовать по-настоящему волшебный праздник, полный сюрпризов и веселых приключений. У нас собрались 30 детей. Детки особенные и УВЗ, и с аутическим спектром. Наш праздник и наши мероприятия нам помогли подготовить торгово-промышленная палата. Благодарим их. Огромное спасибо. Солнечная погода позволила провести мероприятие на свежем воздухе. Все-таки первый день лета. Поддержали идею праздника и помогли в организации предприниматели муниципалитета. Мы часто проводим подобные мероприятия. Мы считаем, что люди бизнеса должны с открытым сердцем и со всей искренностью помогать тем, кому это действительно нужно. В небольшом, но уже вописном саду возле здания учреждения было организовано несколько увлекательных мастер-классов. Занятие по рисованию проходило с использованием мольбертов. Малыши могли почувствовать себя настоящими художниками. Просто я хочу уже приятного поскорее. Вот. Вот. И ты будешь рисовать лето? Наверное, цветочки, всякие травку, солнышко с улыбкой. Особой популярностью у детей пользовалась игровая зона с конструкторами. Я взял такую штуку и помогаю вот этому мальчику собирать. Алена Жучкова приводит своего пятилетнего сына Матвея в центр на оздоровительные занятия. Мама довольна, что сотрудники учреждения организуют еще и такие интересные праздники. Праздник очень нравится. Очень здорово для детей. Выбор и строить, и рисовать. Очень нравится. Главной звездой праздника, несомненно, стала пони по кличке Мадонна. Пони у нас с такой кличкой, благородной. Она и ведет себя соответствующе. Пони обучена для общения с людьми, в общем-то, для безопасного общения. Потому что мы все знаем, что спортивные лошади бывают довольно строговаты и сложноваты для обычных людей, не спортсменов. То эта пони, она готова на все. То есть можно погладить и ушки потрогать. Программа подбирается индивидуально, то есть в зависимости от запроса. То есть дети с гиперактивностью, они успокаиваются в общении с лошадкой. Если там ребенок с детским серебральным параличом, и у него сильная спастика, то при езде на лошади мы без седла катаем, и там происходит расслабление мышц. То есть эффект очень разный. Нормализуется тонус, улучшается внимание, развивается крупная и мелкая моторика. Для виновников торжества было подготовлено много сюрпризов и подарков. Интерактивная программа с участием клоунов и любимых персонажей из мультфильмов, аквагрим и веселые танцы. Хороший, любимый праздник. Я смотрю на своих внуков, как на ангелочках. И сейчас пришла с радостью, что дошла еще до этого дня, еще праздновать такой день. Поздравляю всех детей и вас, родителей, с этим праздником. Сотрудники центра постарались создать праздник счастливого детства и наполнить его радостными впечатлениями, подарив каждому ребенку возможность окунуться в волшебный мир сказки. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. В центральном парке города Видное дружно и весело отметили Международный день защиты детей. Сразу на двух площадках прошел конкурс рисунка на асфальте. Главными героями юных мастеров живописи стали солнце и море. Подробности в нашем сюжете. Рисуем лето, каким мы его видим. Наши мечты, наши фантазии, какие каникулы, куда мы хотим путешествовать. Все, все, что угодно. Какой день детства без веселых персонажей и активных игр. На площадке возле Гулливера ребят встречали зайчик и клунесса Маргаритка. Юным художникам вручали разноцветные мелки для живописи на асфальте. Иван Денисов пришел в центральный парк, чтобы покататься на аттракционе «Орбита». А пока решил принять участие в акции. Я рисую землю, море и все летнее. К лету ты готов? Куда поедешь? Куда-нибудь? На море. На море? Да. Ух ты, как здорово. А что от каникул ждешь? Расскажи. Хорошего настроения. Главная тема конкурса «Здравствуй, лето» нашла отражение в каждом произведении юного художника. Море, солнце, цветы, деревья, мороженое. Все, что угодно для хорошего отдыха и праздничного настроения. Как правило, в этот праздник мы избавляемся от всей грусти, прибавляем побольше радости, рисуем мечтания, большие-большие эмоции, добавляем яркие краски. На центральной площадке перед Дворцом культуры тоже рисовали лето. Живописные произведения старшей возрастной группы отличались большей детальностью воспроизведения. Каждый участник акции получил заслуженные подарки. У меня дочка занимается рисованием, ходит в наш импульс, и мы решили принять участие в конкурсе. Ульяна, что рисовала? Кошку. Какую? Расскажи. Шотландскую веслоухую. У тебя такая есть или ты о такой мечтаешь? Мечтаю. Ух ты. Мам, ну что, мечта-то может быть исполнена, нет? Может быть. Несмотря на будний день, в парке было немало посетителей. Покататься на аттракционах приехали многодетные семьи, для которых в праздник такое посещение стало бесплатным. У меня семь детей. Это дружно, это весело, это вместе, это счастье. Я не знаю, это классно. Мне нравится. Этот праздник, конечно, не день рождения. И волшебников в голубом вертолете ждать не приходится. Но события не менее грандиозные. И спустя годы сегодняшние ребятишки будут вспоминать, как весело и дружно вместе с родителями проводили время и отмечали свое детское торжество мирового масштаба. Галина Житкова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ. Это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи.